Исторический диктант традиционно пишут все, кому не безразлична история России, от школьников до пенсионеров. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. 20 по общей военной исторической тематике и 5 по региональной. В этом году вопросы будут касаться, например, Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов или прорыва блокады Ленинграда. Нюрнбергский процесс – это процесс, когда высшее руководство Германии судили за то, что они делали советским народом и в целом, какие разрушения принесли советскому народу и Советскому Союзу. Мне кажется, это очень важно знать историю, потому что мы не сможем анализировать будущее, если мы не будем знать своего прошлого. Если говорить о масштабах акции, то в этом году диктант Победы проводится в России и более чем в 40 странах мира. Общее количество очных площадок – 22 тысячи. Центральная площадка – традиционно Музей Победы в Москве. Эта акция уже стала доброй традицией, которая позволяет еще раз обратиться к тем историческим событиям, которые у нас проходили в недалеком прошлом и сакцентировать внимание на патриотическом воспитании молодежи. Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, будут даны дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. А федеральные победители получают право принять участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.